Буэнос-Айрес! Сегодня, ребята, я научу вас, как правильно подготовить морской песок к засыпке в аквариум. Это касается любого песка, который ты покупаешь в магазине. Суть в том, что там дофига железа. Натурально прям кусковое железо. Для того, чтобы провести обработку, нам понадобится вот такой мощнейший магнит. Суем его в пакетик, чтобы потом от магнита не отковыривать куски железа. И что делаем? Берем и насыпаем через магнит песочек. Раком получилось? Сейчас, дожди, Вадим там смеется. Намагничиваем, делаем колдунство, вызываем цыган. И, внимание, опачки! Прям кусковое железо. Ну, отлично. Можно, по-моему, на колечко собрать тут. Или там на коронку зубную. Хуй его знает. Ну, и как бы хочу наперед сказать, что это технология, не на каждом углу ты ее найдешь. Это исключительно сколковское изобретение. Вот у меня тут для масштаба есть монеточка рублевая. Посмотрите, сколько удалось насобирать. То есть, такие довольно крупные кусочки. Да. Такие вот дела. Столько витаминок мы насобирали, значит, в 20 килограмм песка. Ну, на мой взгляд, это очень много. И эту операцию следует сделать перед засыпкой. Кроме того, песочек можно еще промыть. Да, в осмосе там. Но глобально я хотел бы вам посоветовать рассмотреть морской аквариум без песка вообще. Ну, на мой взгляд, это, во-первых, красиво. Особенно, когда дно зарастает. Это королинка начинает. На дне там, ну, хорошо, контрастно видны всякие плюшки там с калями и так далее. Вот. И, во-вторых, песок это такой рассадник всякого трипера. В-третьих, это хранилище говна. То есть, весь Ил, Детрит там собирается. В общем, песок такая себе вещь. Безусловно, у него очень важная декоративная функция. С песком аквариум выглядит красиво и закончено. Но, опять же, это на любителя. В общем, советую вам посмотреть Банки без песка. Если вам понравился видос и был полезный выпуск, непременно ставьте нам лайкосы, пишите комменты. Увидимся в новых видосах. Чао, какао, пока.